Показать силу тела и духа. Такая задача стояла перед Ивановской сборной по киндо на Всероссийском чемпионате и первенстве в Казани. Ребята справились, а как результат одно золото и четыре бронзы. Возглавить пьедестал удалось лишь в командном юношеском первенстве. Лидерство в индивидуальном зачете не удалось доказать из-за волнения. Мы сейчас проводим анализ и скорее всего тоже имел фактор психологический, потому что ребята предыдущие соревнования, крупные тоже региональные, достаточно успешно выступали, завоевывали золото. И в общем, наверное, психологический фактор сыграл. То есть ребята переволновались. Киндо в переводе с японского путь мяча. В руках у спортсменов оригинальные бамбуковые мячи Синай. Классический поединок длится пять минут или пока один из соперников не нанесет два эффективных удара по голове, руке или корпусу. Интересно, что удар не засчитывается, если перед его нанесением спортсмен не выкрикивает место, куда планирует бить. Важно не просто выполнить требования с технической точки зрения, но и продемонстрировать силу духа. Ивановские самураи наших дней держатся вполне уверенно. Последние лет пять мы стали показывать достаточно стабильные, неплохие результаты на уровне России. Это связано с тем, что мы наладили методическую работу, тренерскую работу, хороший отбор среди детей, хороший отбор среди взрослых. Несмотря на то, что киндо – контактный вид спорта травмоопасным, его не назовешь. Громкие удары мячом боли не причиняют, тем более, если приходится на защищенное обмундированием части тела. Один из воинов в маске – Максим Амельченков. В составе ивановской команды привез из Казани золотую медаль. Ради победы пришлось перебороть страх и выложиться на все сто. К этим соревнованиям мы готовились практически полгода. Началось с лета, со сборов. Проходили у нас в лагере, потом к нам приезжал сенсей с другой стороны. А потом готовились сами в зале с фенерами. Призовые места на соревновании национального уровня позволят ивановцам претендовать на членство в сборной России, которая в следующем году будет представлять страну на чемпионате мира по кендо в Корее. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.